Кинофестиваль «Звезды Шакена» в этом году исполняется 10 лет. В его рамках проходит единственный в Центральной Азии международный конкурс молодых кинематографистов. В этом году организаторы получили 800 заявок от режиссёров из 36 стран. Отобраны самые достойные 53 картины в следующих номинациях. Дебют, кино молодых, студенческое кино и анимация. С фестивалем «Звезды Шакена» я знаком довольно давно. Наша предыдущая работа участвовала также в конкурсной программе. Это было два года назад, и фильм был «Поле клона и яблоко». Среди конкурсантов немало дебютантов. На фестиваль они привезли свои дипломные работы. Причём жюри приятно удивлено. По качеству съёмок и сценарию они ничем не уступают маститым режиссёрам. Алматинцы же оценить эти картины могут в кинотеатрах «Синема Тауэрс» с 11 до 18 часов. Бесплатно. Это историческая работа. Вот в 1937 году о молодых людях, которые едут крестить ребёнка в это такое непростое время. И между ними назревает конфликт внутренний. И вот об этом конфликте, о внутренних переживаниях, о страхах, просто о людях – это моя картина. Традиционно на кинофестиваль «Звёзды Шакена» пригласили именитых гостей. В этом году по красной дорожке прошли российский режиссёр Егор Кончаловский, российские актёры Наталья Панова, Михаил Сафронов и наша Линда Нигматулина, которая чаще теперь появляется на московских съёмочных площадках. Ну а, пожалуй, самый звёздный гость – британский актёр, исполнитель главной роли оскароносного фильма «Миллионер из трущоб» Дев Патель. Во власти кино Алматы пробудет до 3 июня. Именно в воскресенье пройдёт торжественное закрытие фестиваля и станет известно, кто в этот раз дотянулся до звёзд Шакена. Агиримов Тебек, Асет Кундакпаев, телеканал Алматы.